А Украина этим Пригоржинским маршем как-то смогла воспользоваться на фронте или в международной политике? И вообще, простите меня за этот вопрос, но тем не менее, если бы вместо Путина вдруг стал Пригоржин, это было бы Украине лучше, а с Пригоржиным стало бы Украина разговаривать? С Пригоржиным мы разговаривать не разговаривали бы, потому что это, безусловно, для нас военный преступник, несомненный, лично участвовавший в тех или иных боевых действиях. Это первое. Второе. Для Украины сам факт прихода Пригоржина, давайте, допустим, гипотетическую такую ситуацию, конечно же, отлично. Знаете почему? Потому что это было бы гораздо хуже для самой России. Там бы начался сразу необратимый молниеносный гражданский переворотный процесс, то есть много разных событий, которые бы приводили к такому обвальному разрушению остатков российской государственности. Конечно, для нас это позитивно, потому что это привело бы к немедленному выходу от воду войск по линии фронта, потому что эти войска шли бы награбленные. Ну, то есть, грубо говоря, так как власти как таковой нету, к власти пришли безусловные бандформирования, давайте все-таки ЧВК называть согласно той юрисдикционной позиции, номинации, которую они занимают и так далее. То есть, соответственно, многие бы ломанулись для того, чтобы в тех или иных регионах поучаствовать в переделе влияния, в переделе собственности и так далее и тому подобное. Вы же прекрасно понимаете, что нам это было бы выгодно, потому что, соответственно, война бы тогда быстро пришла к своему логическому и абсолютно справедливому завершению. Тут другой вопрос. Воспользовались ли мы? Смотрите, я в момент начала всех этих событий четко зафиксировал. Более 24-48 часов будет достаточно для того, чтобы сказать, насколько этот процесс глубинный. И потому что после 25 часов стороны, которые принимали бы то или иное для себя уже внутреннее решение, обозначили бы свои позиции, стратегические цели, тактические цели, обозначили бы ресурсы и, соответственно, началось бы перераспределение всего этого активного поля. И в том числе и по линии фронта. Безусловно, Пригожин не успел продержаться более даже 24 часов и, несомненно, стороны были в растерянности. Но, тем не менее, позитивы своего рода есть. Смотрите, какие. Я не буду брать то, что Пригожин обнулил полностью репутацию Путина. На сегодняшний день абсолютно точно на внешних рынках Путина воспринимает как абсолютно слабого, несостоятельного политика, не имеющего рычагов контроля. Второе. Обнулена репутация российских силовых органов на внутреннем рынке, прежде всего. То есть они не в состоянии препятствовать движению более-менее сбалансированной вооруженной группы. То есть они, конечно же, в состоянии избивать, знаете, там, одиночные пикеты, нет войне. Но, тем не менее, противостоять серьезному продвижению серьезной группы вооруженной они не в состоянии. Обнулена репутация государства России, я имею в виду путинской системы, как способность что-то контролировать на внутреннем рынке. Более того, поставлен вопрос под сомнение, мягко говоря, под сомнение, а сейчас это уже вне всяких сомнений, что нету никакой у Путина электоральной поддержки. Ну и параллельно еще для нас бонус был, это то, что полностью обнулена и репутация Пригожина и Вагнера, и, собственно, обнулены госконтракты Вагнера. То есть наиболее способность выведена из войны как таковой. Но, кроме этого, есть еще отстроченные последствия. Смотрите, внутренний конфликт среди генералитета несомненен. Ну, то есть, грубо говоря, мы же с вами это видим. Шойгу, воспользовавшись моментом, что он очень близок и люб слабому президенту, то есть он сейчас его фаворит, пытается разобраться с теми генералами, которые имеют какой-то военный опыт, но, тем не менее, не лояльны к самому Шойгу. Это отличная история. Деморализация армии, очевидно, конечно же, потому что армия осознала свою слабость как таковую. Вот у них Вагнер, который их там публично унижает и так далее и тому подобное. Все это позитивные результаты, которые будут накапливаться. Вот в накопительном сценарии это очень хорошо выглядит. И теперь дальше. Безусловно, неудавшийся переворот Пригожина это фальстарт. Вот для того, чтобы эти процессы, но они уже, несомненно, будут в России. Это очевидно, то есть это такой тренинг был. То есть общество российскому показали, как дальше будут развиваться события. Так вот, для того, чтобы это было не фальстарт, необходимы 2, 3, 4 тактических существенных поражений России по линии фронта. И тогда в России вот этот процесс будет приобретать более уже размашистую, более масштабную форму. Несомненно, Россия пройдет через гражданскую войну как концепцию. Спасибо большое, Михаил. Знаете, я хотела только один комментарий добавить после того, как началось. Мы же здесь всю ночь сидели в прямом эфире. Когда оно началось вроде как у Пригожина? И я вспомнила, с кем-то разговаривая, а также беря интервью, я вспомнила, что... Я сказала, что, говорю, вот приходит каждую неделю к нам Михаил Подоляк и говорит, это все внутренний российский процесс. Вот что не спросишь, это не ВСУ, это внутри России будут продолжаться эти процессы, они будут все больше саморазрушаться. И я сижу, киваю, ну да, Михаил, ну да, мы поняли, Михаил, мы поняли. А потом оно вот так вот случается, как с Пригожиным, и я думаю, надо как-то повнимательнее слушать Михаила Подоляк, когда он говорит про Россию, то уже... Я объясню, очень коротко объясню, чтобы вы понимали. Смотрите, я не занимаюсь прогнозированием, как такое... Мое любимое занятие — математический анализ. Анализ особенностей, смотрите, это исторический процесс. Вы его можете спокойно, акцитируя внимание на события, которые предшествуют чему-либо, вы всегда выйдете в логическую цепочку, которая будет реализовываться. Вопрос, что субъективный фактор на эту цепочку тот или иной будет, конечно же, влиять, притормаживая ее или, наоборот, ускоряя. Но изменить невозможно, потому что это детерминировано процессом как таковым, то есть предопределено историческое последовательность событий. Вот и все. Вот точно так же, как мы говорим, как будет финализирована эта война. Действительно, Блицкриг мог решить войну в пользу России. Любой другой сценарий будет означать финальное обнуление России, как страны-инициатора войны. Это очевидно. Другой вопрос — это то, что вы задаете. Почему наши партнеры этого не понимают и не ускоряют поставки? Так вот это уже вопрос слабости аналитической мысли, математической, деликатной, скажем, подготовки аналитических центров, которые снабжают соответствующей информацией людей, принимающих решения в тех или иных странах наших партнеров.